Всем привет! Сегодня мы поговорим о парочке задач из первой части профильного ЕГЭ по математике, которые, вообще говоря, могут доставить проблемы с дающим этот экзамен. Одну из задач первую я увидел где-то в одном из чатов нашего марафона. Специально провел некоторый опрос, позакидывал в разные беседки, поспрашивал людей и, по моей статистике, оказалось, что примерно половина сходу дает неверный ответ на эту задачу. Это к разговору о том, что даже решая задачи из первой части, нужно быть внимательным и внимательно читать условия. Поехали! Первая задача. Это, между прочим, задача номер 2, которая считается самая easy, которую решают там почти все. Условия перед вами. На диаграмме показан уровень инфляции в России в 2019 году на конец каждого месяца. По горизонтали указаны месяцы, по вертикали уровень инфляции в процентах с начала года на конец указанного месяца. Очень важная фраза в этом условии. Сколько месяцев в 2019 году инфляция в России была отрицательной? Ну и в общем и целом все сразу смотрят и говорят, вот на этот график, типа ну все, везде положительная инфляция, отрицательная она была в ноль месяцев, ответ ноль. Но давайте разбираться. Как я уже сказал, очень важная строчка в условии этой задачи следующая, что по вертикали указан уровень инфляции в процентах с начала года на конец указанного месяца. Что это значит? Смотрите, давайте возьмем для примера, для понимания ситуации месяц апрель и месяц май. Смотрите, столбик для месяца мая выше, чем столбик для месяца апреля. Это значит, что инфляция с начала года на конец апреля меньше, чем инфляция с начала года на конец мая. Что это значит? Это значит, что в мае инфляция была положительная. То есть уровень инфляции, если его отсчитывать с начала года и до конца мая, стал больше, чем если его отсчитывать с С начала года и до конца апреля. Значит, в мае уровень инфляции был положительный. То есть мы понимаем, что если один столбик имеет какую-то высоту, а следующий за ним выше, значит, инфляция была положительная в определенном месяце. Так? Хорошо. Давайте рассмотрим другую ситуацию. Рассмотрим месяц август и месяц сентябрь. Здесь мы видим другую картину. Столбик, который для августа, выше, чем столбик, который для сентября. Что это значит? Это значит, что если отчитывать уровень инфляции с начала года и до конца сентября, то он будет меньше, чем уровень инфляции, отчитываемый с начала года и до конца августа. Как это могло произойти? То есть с начала года и до конца августа есть какой-то уровень инфляции в процентах. Прошел еще сентябрь, и уровень инфляции, отчитываемый с начала года и до конца сентября, стал меньше. Это и значит, что в сентябре инфляция была отрицательной. То есть мы понимаем, что если есть, например, месяц август, месяц сентябрь, и для сентября в этой диаграмме столбик ниже, чем для августа, значит в сентябре инфляция была отрицательной. Вот мы как бы разобрались с условием, а теперь уже не составит найти тут труда, сколько месяца в 2019 году инфляция была отрицательная. Давайте посмотрим, где у нас было убывание высоты этих столбиков. Ну здесь таких мест всего 2. Июль-август, да, в июле столбик выше, чем в августе, и август-сентябрь, в августе выше, чем в сентябре. Значит на самом деле верный ответ в этой задаче 2, а не 0, как многие считают, ну половина это многие, потому что примерно 50% людей ошибаются во второй задаче, это не норма, да. Вторая задача должна быть 100%, так что будьте бдительны и внимательно читайте условия. Вторая прикольная задача, которая может вызвать сложности, это задача номер 3 из первой части. Дана вот такая геометрическая конструкция на клетчатой бумаге, и нужно найти тангенс угла АВС. И мы такие типа, что? Обычно это вроде бы какой-то острый угол, мы достраиваем до прямоугольного треугольника, и спокойно по определению того, что тангенс это отношение противолежащего кайфа к прилежащему, находим ответ. Но здесь угол АВС это какой-то тупой угол, непонятно как что достраивать. Конечно, вот эти точки АВС это какие-то хорошие точки, они лежат в пересечении линий, да, то есть это узлы вот нашей вот этой клетчатой решетки, но в общем и целом сразу не ясно, что делать, да, в этой задаче. Вот, не хочется применять какую-то тригонометрию, какие-то тригонометрические формулы, ведь это задача номер 3. Хотим найти у них какое-нибудь изящное геометрическое решение. Вот, здесь конечно в решении таких задач нужен опыт, и очень часто в таких задачах помогает найти какой-нибудь прямой угол, да, то есть если мы увидим какие-нибудь перпендикулярные прямые, то уже жить станет проще. Но первое адекватное, что приходит в голову, мы знаем, что тангенсы смежных углов равны по модулю и разные по знаку, да, то есть можно построить смежный угол к углу АВС, найти его тангенс, и наш ответ, тангенс угла АВС, это будет тангенс смежного угла, только взятый с минусом. Так вот, давайте попробуем продлить АВ за точку Б на длину отрезочка АВ. Кстати, заметим, что АВ, вот этот отрезочек является диагональю прямоугольника со сторонами 1 на 3, это важно. Продлеваем до тех пор, пока не попадем в точку Д, так, чтобы БД тоже было диагональю прямоугольника со сторонами 1 и 3. Зафиксировали, получили новую точку Д. Тогда давайте посмотрим на отрезочек ДС. Несложно заметить, что он тоже является диагональю прямоугольника со сторонами 1 и 3. И, значит, отрезок ДС равен отрезку ДБ, да? Это доказать несложно, можете просто по теремпифагоры посчитать длину этих отрезков, они равны корень из 10. Можно просто сказать, что это диагонали равных прямоугольников. Так, хорошо, что же делать дальше? То есть, мы построили смежный угол ЦБД, и по-хорошему нам бы найти его тангенс. Но что это за треугольник такой ЦБД, да? Вот вроде бы нарисовали, и кажется, что, наверное, он прямоугольный. То есть, если бы нам удалось доказать, что угол БДС 90 градусов, задача была бы решена, правильно? Потому что это был бы равнобедренный прямоугольный треугольник. У него был бы угол 90 градусов, и ДС было бы равно ДБ. Все! Углы были бы 90, 45, 45, тангенс 45 градусов – это единичка, а тогда тангенс смежного угла АБС с углом 45 градусов был бы минус 1. И ответ был бы минус 1. Вот. Как это проще всего доказать? На самом деле, я думаю, что многие уже сообразили, что там и реально угол в 90 градусов. Можно это делать с помощью счета углов. Можно через теремию Пифагора обратно. Ну, я покажу один из таких простых способов. Мне больше всего нравится поворот. Он самый наглядный. Смотрите. Отрезок БД – это гипотенуза вот такого прямоугольного треугольника. Так? Теперь, если мы повернем этот прямоугольный треугольник на 90 градусов по часовой стрелке, он совпадет с другим прямоугольным треугольником со сторонами 1,3. Но поворачивали мы на 90 градусов, да, у нас катет, который равен 3, повернулся на 90 градусов и перешел в другой катет, равный 3. Тогда вот эти катеты перпендикулярны, и поворачивали мы на 90 градусов, значит, и вот эти гипотенузы, этих треугольников ДБ и ДЦ тоже перпендикулярны. Значит, действительно, треугольник БДЦ прямоугольный, равноведренный, значит, угол СБД 45 градусов, тангенс 45 градусов равен единичке, а тангенс смежного с ним угла АБЦ равен минус единичке, ответ в задаче минус 1. Не самая простая задача, нужно сообразить, нужно увидеть, как продлевать, и нужно увидеть этот прямоугольный треугольник. Все, решил попробовать вот такой формат короткого ролика про какие-то более-менее интересные задачи из первой части с ловушками. Если вам нравится это, напишите в комментариях, я могу находить какие-то разные прикольные задачи именно из первой части повышенного уровня сложности, или которые были на реальном ЕГЭ, но которые тоже такие с заковыркой, и выпускать такие короткие разборчики. Ведь первая часть нужна и тем, кто хочет набрать 70 баллов, и тем, кто хочет набрать сотку. Потому что те, кто хотят набрать сотку, не должны вообще ни в коем случае ошибаться в первой части. Так что, напишите в комментариях, если вы хотите видеть такие разборчики с разными интересными задачками первой части, в которых могут возникнуть проблемы, и я вам это обеспечу. Все, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, увидимся, всем пока!